14 том книги «Открытым оком», вопрос номер 2869. Тема «Община». В чем выражается конкретная польза от регистрации общины? Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. 15 свежий пример тому. Я судился с коммунистом, партийным идеологом КПСС Морозовым за его клевету в его книжице. И суд по ходатайству перепугавшихся ответчиков затребовал о нашей общине отзыв из краевого отдела юстиции. Это я уже узнал только после ознакомления с делом, после окончания суда. Чтобы позволили ИСУ, то есть мне, взять в руки дело, нужно было сначала написать заявление на имя председателя железнодорожного суда и, получив разрешение, архив выдал дело и под их присмотром в их кабинете я начал делать выписки из него. Дело номер 82-05. Том 2. Номер 03-43. 17 января 2005 год. За период с момента государственной регистрации по настоящее время нарушений федерального законодательства и положения уставов в деятельности религиозной организации не было. Вся необходимая информация, отчеты предоставляются своевременно в полном объеме. Деятельность религиозной организации широко освещается в средствах массовой информации. Со стороны прихожан жалоб на деятельность организации, а также ее руководителей не поступало. 2. Характеристика староста организации Лапкина Игнатия Тихоновича не входит в компетенцию главного управления. 3. Каких-либо претензий к религиозной организации, либо к Лапкину Игнатию Тихоновичу со стороны главного управления, как организации, принимающей решения о государственной регистрации нет. 4. Ни в адрес организации, ни в адрес руководителей организации предупреждений, уведомлений, представлений не выносилось. Меры административного воздействия не применялись. 5. Начальник по делам общественных и религиозных организаций В.И. Маковеев. Книга Придж Соломоновых, 16 глава, 7 стих. Когда Господу угодны пути человека, Он и врагов его примеряет с ним. 6. Дали характеристику, написанную, хотя и официальным языком, но явно же, что с расположением и ко мне. 7. Мы не вчера уже близко были знакомы с этим полковником и молились за него. 7. Молю тебя, Господи, да будет ухо Твое внимательно к молитве раба Твоего, и к молитве рабов Твоих, любящих благоговеть пред именем Твоим, и благопоспеши рабу Твоему теперь, и веди его в милость у человека сего. 8. Когда я вышел с форума, и он подал мне руку, 27 октября в Алтайском государственном университете, я сказал, не боитесь здороваться с экстремистом. Валерий Иванович улыбнулся, да побольше было бы таких экстремистов. 9. Ради нас Авраам принимает гостей, угощает телятиной вкусной лепешкой, дуб мамрийский свидетель чудесной вестей, через год будет сына родного тетешкать. 10. Ради нас Моисей те скрижали разбил, и скорее расчелся на скорую руку, свой народ развернул и пустил на распыл сорок лет в центрифуге по кругу. 11. Ради нас и Давида не смогут поймать, пусть допишет псалмы, в Аллилуйю срываясь. 12. Так и вижу его на молитве опять, режем хлеб одного каравая. 12. Ради нас и пророки евреям грозили, кровожадную страсть их пытались унять, плохо слушали их и в священстве разини, жизнь под двойкой горбатой, а надобно пять. 13. Ради нас и волхвы не избыли молвы, развернулись, как видим, по новой дороге, будет ирод напрасно младенца ловить, столько тысяч младенцев угробит. 14. Ради нас Иисус на Голгофу взошел, руки шире земли нам раскинул, там раскинул. 15. Не один из сатрапов надвинется полк, всем гонителям деньги как стимул. 15. Жил фанатик из Тарса, раввин-экстремист, письма ревностно всюду писал, рассылал, так открыто писать неоправданный риск, видно, ради меня он ночей не доспал. 16. Что бы делал сейчас без посланий его? 17. Мне представить-то страшно и жутко, канонический был без границ полигон, здесь чужая епархия, принял за шутку. 17. Ради нас, ради внуков и правнуков хилых, переводчики Библии столь потрудились, в судный день в небеса да взойдут из могил, как велик наш Господь на рабах его милость. 4 ноября 2005 года. Игнатий Лапкин. 17. Жилонful 17. Стою 18. Стою 19. Стои 20. Стою 20. Стои 21. Стои